МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина. Главное сегодня. Сегодня в Чебоксарах простились двумя сотрудниками полиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей в Чечне. Их тела доставили в республику накануне. Панихида прошла в зале Академии МВД. Они совершили настоящий подвиг. 16 сентября, дежуря на посту, полицейские заметили приближающийся к ним грузовик. Чтобы остановить машину, сотрудники МВД расставили на его пути загородительные штыри. Террорист-смертник подорвал себя прямо у здания РУВД. Четверо блюстителей порядка были ранены, трое погибли. Среди них оказались и чувашские полицейские. Леонид Пучков, Александр Егоров находились в служебной командировке. Два старших сержанта. Один из них работал водителем, другой – кинологом. Проститься с ними пришли друзья, сослуживцы и родственники. Винки сюда приносили сотрудники других правоохранительных органов. Соболезнования семьям погибших полицейских выразил и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Будучи в командировке, осознавая всю полноту ответственности, они пошли на этот шаг. Я выражаю глубокое соболезнование родителям, родственникам, друзьям и всем сотрудникам Министерства внутренних дел. Каждый день этих 13 лет сопряжен с опасностью для жизни. Тем не менее, зная это, сотрудники полиции, выполняя свой служебный профессиональный долг, убывают в командировку и выполняют свои задачи. Погибших полицейских почтили минутой молчания. В ближайшее время их представят государственным наградам. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. Но другим новостям. Сегодня в Чебоксарах прошло одно из главных политических событий месяца. Михаил Игнатьев встретился с представителями всех политических партий, которые зарегистрированы в Чувашии. Татьяна Молокова продолжит. Всего в Чувашии зарегистрировано 40 политических партий. Кроме известных парламентских, есть и экзотические. Например, партия против всех, партия воля, народная партия за женщин на России, российская партия садоводов. Их всех пригласили в Дом правительства, но на встречу пришли не все. Михаил Игнатьев рассказал политическим лидерам о социально-экономической ситуации в республике. В Чувашии созданы институты гражданского общества. Есть уполномоченные по правам ребенка, человека и по защите прав предпринимателей. Мы вместе с вами достигли определенных успехов, но в то же время вопросы на сегодняшний день не есть и проблемы остаются. И политические партии, осуществляя политический контроль, общественный контроль, должны давать соответствующие сигналы, свои предложения, для того, чтобы должностные лица органов власти своевременно могли реагировать. Ключевой задачей всех нас является повышение качества жизни населения. В соответствии с указом президента России, в Чувашии тоже повышается заработная плата бюджетникам. Правительство республики видит это главной своей задачей. Строятся детские сады. На это выделяются средства как из республиканского, так и федерального бюджета. Острыми остается вопрос о ЖКХ. По словам Михаила Игнатьева, 10% управляющих компаний ведут себя недобросовестно. Глава Чувашии призвал участников встречи вести контроль за их работой, чтобы избежать в будущем чрезвычайных ситуаций. Председатель Центральной избирательной комиссии Александр Цветков назвал сложившуюся политическую ситуацию стабильной. А политические партии основным игроком в формировании избирательных комиссий. Почти половина членов ЦИК – представители партий. Я вас заверяю, представители партии – это наиболее активные члены комиссии. Они входят в состав всех рабочих групп, контролируют введение информации в газвыборы, занимаются рассмотрением жалоб и предложений. И иногда заседания проходят очень бурно, потому что есть политические интересы, но, тем не менее, практически всегда решения выносим единогласно. К регистрации на дополнительные выборы депутата Госсовета по Козловскому избирательному округу 8 сентября были допущены практически все кандидаты. В последних выборах у нас участвовали только парламентские партии. Парламентские партии – это у нас Единая Россия, Коммунистическая партия, ЛДП, Справедливая Россия. Имеют уже большой опыт работы во участии в выборах и, как правило, не допускают ошибки при оформлении документов. Партийных лидеров интересовало, почему все должности председателя территориальных избирков занимают члены Единой России. Единая Россия 648 комиссий закрывает. Это 55 процентов, половина. Большая это цифра или малая? Процесс назначения председателя демократичного обсуждается на заседании комиссии. От КПРФ 10 человек являются членами школы комиссии. И, в принципе, я думаю, что вот это соотношение, оно со временем будет меняться. Представители непарламентских партий предложили создать Совет региональных отделений. Чем больше будет разумных и рациональных предложений, тем с координированием пойдет работа. Согласились участники встречи. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Высокие процентные ставки по кредитам, непосильные налоговые выплаты и большая арендная плата. Это основные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются предприниматели Чувашии. О том, как помочь малому бизнесу, говорили сегодня на Совете по модернизации при главе Чувашии. Доля субъектов малого предпринимательства в общем обороте Чувашии составляет 218 миллиардов рублей. Выручка индивидуальных предпринимателей – 60 миллиардов. Правда, трудности, с которыми бизнесмены республики сталкиваются ежедневно, вынуждают их прекращать свою деятельность. Почему так происходит, выявило социологическое исследование, которое проводилось в 13 районах и двух городах республики. Среди индивидуальных предпринимателей в основном проблемы озвучиваются по взаимодействию с налоговыми органами, с оформлением банковских кредитов и получением земельных участков под строительство. Среди микропредприятий чаще всего сложности возникают опять-таки в налоговой сфере, уже с оформлением и с возвратом банковских кредитов, а также возникают проблемы по энергетике. Главная проблема, с которой предприниматели сталкиваются сегодня – получение кредита. На втором и третьем местах – высокие социальные выплаты и налоги на бизнес. Действительно, за последние 2-3 года маятник качнулся в другую сторону, в сторону ужесточения неких требований к бизнесу. В этом отчасти виноваты, наверное, и сами бизнесмены, не всегда безупречные, которые… Предпринимателям тоже дали слово. Они рассказали о наболевшем. Изготовленный товар еще производится и не отгружен. А налоги с поступившего аванса уже мы оплачиваем по установленному сроку. Это 20-го числа – это налог на добавленную стоимость, и 28-го – это налог на прибыль. Это большая нагрузка на бюджет предприятия в определенный момент времени. В эти моменты возникают проблемы с выплатой зарплаты и прочими текущими расходами по аренде, рекламе. Моя принципиальная задача – разрешить все эти вопросы по максимуму пользу предпринимателя. В ином случае мы ничего не добьемся. Можем подписывать и протоколы, и поручения, а потом опять предприниматель не может открыть свое дело. Проблемы у бизнесменов Чувашии были и остаются. Одно из предложений их решить – почаще назначать такие встречи. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика. С 11 вечера продавать алкоголь запрещено. В ближайшее время этот запрет начнет действовать с 22. В Министерстве экономического развития Чувашии планируют ввести дополнительные ограничения в этой сфере торговли. Где можно торговать спиртным, а где нет, бизнесменам сейчас указывает федеральный закон. Он вступил в силу в январе этого года. Как документ повлиял на работу чебоксарских кафе, ресторанов и магазинов. И какие еще изменения планируется ввести в антиалкогольное законодательство. Узнал мой коллега Дмитрий Ковалев. Территорий свободных от алкоголя с начала этого года в Чебоксарах стало больше. Спиртное запретили продавать в парках, на вокзалах, стадионах, заправочных станциях неподалеку от школы. Лицензии лишились и точки общепита с выходом на границы детских площадок и жилых подъездов. Но некоторые бизнесмены нашли способы обхитрить закон. Раньше работал обычный магазин, теперь на входе новая вывеска – бар. Разливать пиво здесь можно круглые сутки. Никто не отменял запретов о продаже высокоградусных напитков ночью. Но это правило все-таки нарушают. 12 часов ночи – контрольная закупка в одном из баров. Водкой здесь торгуют из-под полы. В подсобке бара оперативники обнаружили целый склад со спиртными напитками. По всей видимости, к проверкам здесь готовились давно. Алкоголь спрятали не только на стеллажах, но и в духовке газовой печи. Лицензии на продажу спиртного в этом баре не оказалось вовсе. Хотя проверка документации показала, что водкой за прилавком торговали часто. По всей видимости, для владельцев точки это был основной доход. Водка «Царская охота» 75 рублей на 8 тысяч продано. Беленькая – 105 рублей. Не трогайте, пожалуйста, не мешайте. 16 сентября тоже по 105 рублей продано на 6600. Именно в этом журнале бизнесмены ввели всю бухгалтерию бара. Других документов здесь обнаружить не удалось. Зато алкогольная продукция едва поместилась в пять больших коробок. Давай, давай, как хорошая, а то у нас не хватит. Всю продукцию отправили в лабораторию. Именно там специалисты проверят качество спиртного, которое так часто продавали потребителям. Владельцам бара грозят крупные штрафы. Рейды в Министерстве экономического развития устраивают часто. А уже в этом году в правительстве вновь планируют ужесточить законы в отношении подобных закусочных и мини-баров. Продавать спиртное там запретят с 10 вечера и до 10 утра. Правда, пока торговлю ограничат только в тех точках, которые расположены в жилых домах и пристроях к ним. Данное ограничение по времени будет распространяться только на точки общественного питания. На сегодняшний день торговля в розничной сети ограничивается федеральным законом с 23 до 8 часов утра следующего дня. А федеральный закон разрешает реализовывать алкогольную продукцию в точках общественного питания круглосуточно. Но дает нам право региону вводить дополнительные ограничения. Работать по старым правилам продолжат рестораны и кафе. В Минеке отмечают, что культура питья там иная и претензий к их работе почти не возникает. В злачных местах прилавки придется закрывать раньше. Положительный эффект от такого ограничения ожидают. Объемы продаж алкоголя в прошлом году снизились в разы. Эта тенденция будет продолжена и дальше. Медрик Ковалев, Александр Петров и Андрей Спиридонов. Республика. Руководители предприятий, представители столичных органов власти. Ветераны собрали сегодня, чтобы отметить день рождения. Однако юбиляр не самый обычный. Не один человек, а целый район. Ленинскому району Чебоксар исполнилось 40. Он родился в далеком 1973-м. Совсем небольшим, всего 2000 гектаров. Затем рос вместе с городом. И вот он в самом расцвете сил. Красивый, статный, ухоженный. Поздравить район с круглой датой собрались горожане, представители правительства города и те, кто стоял у его руля в разные годы. Всегда с удовольствием говорю людям, что я 4 года подметал в улице Ленинского района. А почему подметал? Потому что город сегодня чистый, так ведь, да? И тогда был чистый. Цветы мы разводили. Столько цветов. Розы и тюльпаны – это при нас пошли. Микрорайоны новые. Ленинский район считаю самым хорошим, самым красивым. Я говорю, центральный Ленинский район. Современный Ленинский – это почти 130 тысяч жителей и 40 квадратных километров площади. Причем площадь непростой. На его территории находится все то, без чего не может существовать ни один город. Ленинский – это один из основных районов, основной район города, центральный район города Чебоксары. По состоянию Ленинского района судят о состоянии, наверное, гостей всего города Чебоксары. Здесь деловая часть, здесь и администрация города, администрация главы республики, правительство в Ленинском районе располагается, здесь же учреждения культуры, основание Чувашский драмтеатр и Русский драмтеатр. Здесь и промышленность, электротехнический кластер. Здесь практически все предприятия электротехнической отрасли, они располагаются в Ленинском районе. Это район, который, с одной стороны, он старинный, исторический, здесь много памятников, старинные культуры, много памятников, но в другом смысле здесь и современные здания. Красивые места, важные производственные объекты, ключевые здания. Помимо всего этого, в районе должно быть удобно просто жить. И Ленинский успешно справляется с этой, пожалуй, главной функцией. Чтобы получить образование, квалифицированную медицинскую помощь, сделать любые покупки или просто провести досуг, жителям не обязательно покидать пределы района. Многое за это время сделано. Предстоит еще больше. И сегодня район живет в едином ритме с любимым городом, республикой и страной. И хочется сегодня пожелать всем нашим строителям, промышленникам, учителям, врачам, предпринимателям, работникам культуры и искусства всех благ. Ну а продолжает хорошеть район на наших глазах. Сейчас расширяются дороги, строятся детские сады. Каким станет Ленинский, скоро увидим. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. Вместо сказки на ночь – игра в компьютер. Вместо семейной беседы – экран телевизора. Вместо повести и романов – мультики и фильмы. За последние десятилетия развлечения стали совсем другими. Впрочем, до сих пор есть те, кто всему этому предпочитает книгу. 48 семей республики участвовали в конкурсе названия «Самый читающий». Всех людей, которые собрались в этом зале, объединяет увлечение, которое все реже встречается в современном мире. Они любят читать. Причем не только глянцевые журналы в поезде или анекдоты в газетах. Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека с 15 мая по 15 сентября организовала республиканский конкурс «Самая читающая семья». И чтобы для участия в этом конкурсе, семьи должны были предоставить три работы. Одна из них – это портфолио. Где семьи должны были рассказать о своей семье, о тех книгах, которые они любят читать, и еще о дружбе с библиотекой. Если в повседневной жизни участники являются активными читателями, то во время конкурса им пришлось стать авторами и поработать не только головой, но и руками. Кроме портфолио, номинанты представляли самодельные книги и поделки. Мы часто ходим в детскую библиотеку в селе Красноармейское, и Вася у нас посещает кружок, который называется «Очумелые ручки». Кружок по работе с пластилином. И вот когда мы узнали, что такой конкурс проводится в республике, да, то мы захотели рассказать, как мы ходим в библиотеку, как мы ее любим, как мы много читаем и как мы любим лепить. В музее сказки мы решили сделать работу про нашего любимого героя сказочного «Красную шапочку». Мы слепили волка, который лежит в постели и ждет, когда придет красная шапочка, и слепили красную шапочку, которая удивленно смотрит, почему же бабушка не похожа на себя. Кстати, теперь семья Григорьевых сможет читать еще больше. Наверняка в ближайшее время их домашняя библиотека пополнится электронными образцами. Им, как победителям, подарили планшетный компьютер. Ольга Беречкина, Оксана Александрова, Андрей Шоклев, Республика. Это была последняя информация на сегодня. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость программы Лариса Ларионова, заместитель директора дирекции культурных программ. Хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин